Сегодня, 5 августа, в администрации района состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Вел заседание глава районной администрации Заур Хамирзов. На повестку дня было вынесено 4 значимых вопроса, касающиеся обеспечения безопасности на наших дорогах. С анализом аварийной обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения в Кашхабрском районе выступил временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабрский Рустем Гиш. За черный период 2020 года на территории Кашхабрского района зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали и погибли люди. За аналогичный период было зарегистрировано 8 ДТП. Погибло 4 человека, за аналогичный период погибло 5. В этом, в этой позиции у нас снижение не идет. Но получили телесные повреждения 18 человек, за аналогичный период 9 человек пострадали. Количество ДТП, в которых водители находились в состоянии опьянения, это 3 ДТП у нас были с водителями, которые находились в состоянии опьянения. Один погиб, другие пострадали. Работниками отдела ГИБДД ежедневно проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений права дорожного движения. Как в ходе надзора за дорожным движением, так и по линии пропаганды. Для профилактики ДТП и снижения тяжести и последствий проведено 35 профилактических мероприятий. Из них 10 проведено по линии детского дорожно-транспортного травматизма. О состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения, расположенных на территории района, членам комиссии доложил генеральный директор акционерного общества Кашхабльский ДРСУ Пшимаф Батышев. Важнейшим показателям дорог, характеризующим транспортно-эксплуационное состояние в различный период года, относят скорость, пропускную способность, безопасность и непрерывность движения автомобилей. Данные показатели зависят от эффективности мероприятий и работ по содержанию, в данном случае, автомобильных дорог. В целях повышения транспортно-эксплуационного состояния акционерным обществом выполняются следующие работы. Содержаем действующие сети под следующим управлением. Уборка различных предметов мусора и элементов на автомобильных дорогах. Выполняем мямочный ремонт асфальтобетонных и черногравийных покрытий с применением мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Выполняем работы по устройству, выравнивающихся на отдельных участках. Покос ссорной растительности, порослей, роторными косилками на базе докторов. Вырубка кустарников, мешает валка деревьев, обрезка и прореживание кром деревьев, которые мешают видимости на автомобильных дорогах. Также производятся работы по содержанию искусственных сооружений. На сегодняшний день на всех искусственных сооружениях района выполнены работы по очистке полос безопасности, издового полотна, ремонт и покраска железобетонных барьеров, барьерных ограждений в полном объеме. Также, кроме этого, еще и в весенний и осенний период выполняются работы по противопавокным мероприятиям, по разработке грунта в траншеях, это очистка куветов на наших дорогах. Также, в соответствии с проектом организации дорожного движения, на сегодняшний день проводится замена щитков дорожных знаков и установка новых знаков. Это идет ежегодно, ежемесячно, ежедневно, периодично. Выбраковываются уже негодные знаки и устанавливаются старые. Это практически по всем дорогам, которые находятся на балансе Адгири-Автодорка. Всего установлено и заменено 220 знаков на сегодня. И одним из эффективных технических средств организации дорожного движения является дорожная разметка. Значит, обновление дорожной разметки нашим предприятиям производится два раза в год, это весенняя и осенняя часть. Весеннюю часть мы уже завершили и сейчас готовимся к осенней. И кроме этого, это основное, чем мы занимаемся. Все объемы, которые запланированы именно по содержанию автомобильных дорог, на сегодняшний день акционерам общества Кашкабрского ДРСУ выполняются. Жимах Батышев также рассказал о проводимой работе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этот год у нас три участка. Это участок на автомобильной дороге Майкоп-Геогенская-Ксиба и Зеленчукская-Крачаеве протяженностью 2,5 километра. Второй – это Северный отходовый Алкашкабр протяженностью 2,1 километр. И третий – подъезд Кутеру-Игнатиевский-Денуковская протяженностью 1,8 километра. Ну, общий объем получается где-то 6,5 километра. На всех участках на сегодня, значит, мы выполнили объем работ по выравнивающему слою. С пандемика начнем уже вложить основной слой – Кщима. И мы планируем в конце августа завершить, значит, полностью весь объем. По третьему вопросу повестки дня о проводимой работе по обустройству уличного освещения за первые полугодия текущего года, а также о планах на 2022-2023 годы, доложил главный энергетик АДГИА «Автодор» Сергей Рудометкин. В рамках реализации плана на 2022 год предусмотрено устройство освещения в Кашихабрском районе на автодорогах Найфурс-Гейминская, Себай, Зеленчугская, Карачаевск. В ауле Кашихабр объявлен электронный аукцион. Кашихабр-Игнатиевский-Бричепсин в границах населенного пункта Кашихабр уже построен, введена эксплуатация. Введена в эксплуатацию линия освещения подъезд к пункту Рокомсомольску. Освещение на автомобильной дороге подъезд к Севу Вольная протяженностью 3,2 километра проходит сейчас этап прохождения экспертизы. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по автомобильным дорогам Найфурс-Гейминская, Себай, Зеленчугская, Карачаевск и Белорусс-Гейминская, Дружба, в черте населенного пункта Дружба, политоотделы Дмитриевский. В рамках реализации предусмотрено 9,5 километров на общую сумму около 23 миллионов рублей. На 23-й год предусмотрены работы по дорогам Кашихабр-Игнатьевский-Бечерсин в границах Игнатьевский, подъезд к селу Набережную, в границах села Вольная. На протяженность составит 6,5 километров, ориентировочная сумма около 17 миллионов рублей. Глава Кашхабрского сельского поселения Мурат Курашинов и специалист Вольницкой администрации Рустей Моголюков проинформировали присутствующих о проводимой работе с населением, о недопущении управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а лицами, лишенными права управления. В завершении заседания были приняты решения, которые направлены на снижение аварийности на дорогах и повышение безопасности дорожного движения.